Еще одна тема важнейшая, которая в интервью с Алексеем Арестовичем прозвучала, это возможный подрыв русскими Запорожской атомной станции. Он сказал, что это вероятно с его точки зрения на 95%, что русские будут пытаться и подорвут станцию. Сегодня глава военного комитета НАТО Робба Бауэр заявил, что в случае атаки России на Запорожскую АЭС ее последствия повлияют на весь мир. И поскольку это будет экологическая и медицинская катастрофа, то она выйдет за рамки НАТО и вопросов безопасности. Ну как это предотвратить, скажи? Смотри, станция заминирована, мы это знаем. Взорвали они Каховскую ГЭС? Взорвали. Я сразу спрашиваю, а в чем проблема, чтобы они взорвали Запорожскую атомную станцию? Проблем нет никаких. Поэтому когда Арестович говорит, что они 95% взорвут, я только молча с ним соглашаюсь. Но уже не молча. Я ожидаю того, что они могут взорвать Запорожскую станцию. Что они делают, Олесь? Они уничтожают Украину. Они уничтожают украинскую инфраструктуру. Помимо того, что они убивают наших людей, они бомбят инфраструктуру. Ты же видишь, что они делают? Взрывают ГЭС, наносят ущерб экологии, окружающей среде. Они уничтожают планомерно страну. Весь мир на это смотрит. Быстрее надо давать самолеты, атакамсы. Быстрее давать все, что может их уничтожить. Быстрее. Все равно же дадут. Дадут. Владимир Зеленский. Два заявления сразу хочу обсудить с тобой. Это первое. В интервью CNN он сказал о том, что нет победы Украины без Крыма. То есть мы не рассматриваем других вариантов. Нам нужно освободить все территории, включая Крым. И вот сегодня он сказал о том, что обратился к Джо Байдену и призвал его пригласить Украину в НАТО. Сейчас нужно приглашение. А мы знаем, что буквально на днях состоится саммит НАТО, которого мы ожидаем. Исторический саммит в Вильнюсе. Владимир Зеленский сказал, что даже если Украина станет членом Альянса после окончания войны, приглашение нужно Украине сделать сейчас. Владимир Зеленский блестяще ведет международную политику. И я считаю, что то, как он себя ведет с западными друзьями, партнерами и не друзьями, не партнерами, заслуживает огромного одобрения. Он, ты понимаешь, он не готовился как дипломат к своей работе. Он не проходил специальных университетов. И это оказалось очень хорошо. Потому что любой чиновник, который стал бы президентом в этой ситуации, тысячу раз думал бы, а политкорректно ли мне сказать это, а политкорректно ли мне сказать то. Зеленский говорит то, что необходимо в данный момент. Не стесняется наезжать на партнеров, напирать на них, требовать. И, как мы видим, это дает потрясающий эффект. Поэтому мне этот стиль поведения Зеленского с нашими западными друзьями, партнерами очень нравится. Я даже не представляю, кто бы на его месте смог бы себя так вести. Но это работает. А все, что работает на победу Украины, все заслуживает уважения. Еще одна тема. Вчера облетел весь мир кадры заседания суда с абсолютно дико выглядящим Михаилом Саакашвили. Полное видео нам присылали и друзья Михаила, и его соратники. Грузия, грузинская власть в прямом эфире убивает своего лучшего президента. Владимир Зеленский обратился, публично обратился к грузинским властям с требованием отпустить гражданина Украины Саакашвили на лечение в Украину. И уже сегодня появилась реакция председателя правящей партии Грузии Ираклий Кабахидзе сказал, что призыв президента Зеленского передать Украине Михаилу Саакашвили стал для них оскорбительным. Значит, что я хочу сказать. Я вот ищу как раз эти ужасные фотографии, конечно, ужасные. Ты хочешь, чтобы мы показали? Мы сейчас выведем. Можно вывести фотографии эти, да. Сейчас мы сделаем. Это кошмар. Значит, ты сказала, убивает грузинская власть. Нет, убивает Путин с помощью грузинской власти. Сами грузинской власти. Да, да. Убивает Путин, убивает Россия Михаила Саакашвили. Мы с тобой хорошо знаем Михаила много лет. И знаем, что это абсолютно оптимист, дышащий здоровьем человек. Много раз был у нас дома. И видеть то, во что он превратился сейчас, невозможно на это смотреть. Невозможно просто, без эмоций. Значит, опять-таки, Зеленский сделан нестандартный ход, который мне очень нравится. Такого нет в дипломатической практике. Этому не учат в дипломатических вузах и академиях. Сказал грузинскому послу, давай 48 часов тебе едь. Это я так условно перевожу. Едь к своим и скажи им, чтобы отпускали гражданина Украины Саакашвили сюда. Я бы пошел дальше. И не исключаю, что Зеленский на это пойдет. Если грузинские власти, которые совершают на глазах у всего мира убийство лучшего грузинского президента, откажутся передать его Украине, Украине, я считаю, нужно разорвать дипломатические отношения с Грузией, которая превратилась в подпевалку Кремля. Разорвать дипломатические отношения. Нам нечего иметь их со страной, которая занимается политическими убийствами. Так, а ты видел на этом фоне заявление грузинской власти сегодня о том, что они полностью готовы к вступлению в Евросоюз, потому что полностью соответствуют всем стандартам Европейского Союза? Я даже не хочу обсуждать этих мудаков. Даже обсуждать их не хочу. Я понял, что они мудаки, я имею в виду грузинскую власть. Когда они нас с тобой не пустили в страну в 21-м году, в конце 21-го года, когда мы летели в Тбилиси для того, чтобы провести заседание моей академии. Вот, посмотрите на Михаила Саакашвили. Посмотрите. А есть фотографии, где он поднял футболку? Да, да, сейчас. Покажут нам ее. Не пустили нас в Грузию, потому что Путину не хотелось, чтобы Гордон был в Грузии. Нет, так тогда же замспикера их парламента, который возглавляет, кстати, правящую парту, сказал открыто, что Гордон – это друг Саакашвили, и мы его не пустили, потому что мы понимаем, что он заедет и могут… Он может стать причиной политических митингов и беспорядков. Митингов и беспорядков. Да. Я хочу сказать руководству Грузии во главе с Иванишвили. Вы вонючки позорные. То, что вы творите с этим человеком, который Грузии дал достойную жизнь, это скосство, вы скоты. Будьте прокляты. Сейчас вторая фотография. Посмотрите. Мне сегодня Матвей Гонопольский на интервью сказал о том, что ему кто-то из родственников Саакашвили сказал, что он сейчас весит 60 килограмм. Да, я знаю, я знаю, я знаю. А весил больше 100, 120 где-то. Идём дальше. Протесты во Франции. За неделю задержали почти 3,5 тысячи человек во Франции в результате протестов. Митингующие сожгли 6 тысяч машин, много других повреждений. Началось всё с того, что в пригороде Парижа полицейский застрелил 19-летнего мужчину, парня, который не подчинился приказу и попытался уехать на машине. И вот этот инцидент вызвал массовые протесты по всей Франции. Франция – демократическая страна. Франция преодолеет этот кризис. Я знаю твёрдо о роли России, которая в течение долгих лет по своим каналам забрасывала в Европу для дестабилизации обстановки в европейских государствах десятки и сотни тысяч незаконных мигрантов. Россия это делала сознательно, специально, для дестабилизации. А те вот так вот это принимали. И в результате на улицах немецких городов мигранты стали насиловать немок. Потому что надо думать. Всегда надо думать. И не надо было бояться Россию, которая это нагло делала. Интересная ещё одна международная тема. Вот сейчас все зрители из Казахстана, которые нас смотрят, им это особо будет любопытно услышать, потому что на главном телеканале Казахстана интересное объявление прозвучало. А именно, телеведущий рассказал о том, что существует несколько российских территорий, где, цитирую, «Россия даже не пахла». А именно, Западная Сибирь, Астраханские земли и Алтай, как сказал ведущий, всегда были казахскими. А что он сказал не так? Правильно он сказал, так и было. Браво, братья казахи, браво. Правильно. С ними только так надо разговаривать. Вы на примере Украины уже увидели, как надо с ними говорить. Казахи — гордый народ, потомки чингизидов. С казахами, если Россия думает такие штуки делать, а у них постоянно руки чешутся на северный и восточный Казахстан, пусть хорошо думают, если есть чем. Может это вылиться, например, в то, что когда в России начнется смута или гражданская война или какие-то из территорий попытаются отделяться, например, Казахстан на эти земли пошлет свою миротворческую миссию, чтобы там появился островок стабильности. Китай пошлет на те, которые им ближе земли, свою миротворческую миссию и так далее. Олесь, я так далеко не загадываю. Дай дожить до распада России, потом поговорим. Ну, может, это будет не за горами? Или за лесами. Продолжение следует... Продолжение следует...